Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то я начинаю свою новую рубрику, потому что я уже устал пропускать релизы мимо канала. Их очень много, и я слушаю не так много музыки, кстати, но есть очень много релизов, про которые я очень хотел бы поговорить, но реакция это слишком трудоемко и очень время затратно. Это нужно как минимум дождаться, когда у меня будет нормальная обстановка, нормальное время, нормальное настроение, что немаловажно, послушать альбом, релиз и так далее. Ну, мы будем говорить про альбомы с вами, да? И при этом потом это все нужно еще обработать, отрендерить и выпустить. Хотя у меня реакция на того же постмолона лежит уже третью неделю, я не знаю, что с ней делать, потому что у меня просто нет какого-то, простите за кринж, внутреннего ресурса ее, в общем-то, сделать, смонтировать и так далее. Хотя она снята, она снята. Тем не менее, релизов много, и мы с вами будем о них говорить в кратком, сжатом формате, но все-таки будем. Я хочу, чтобы это стало моей отдушиной, потому что я надеюсь, что это будет более легкие в производстве видеоролики. Они не будут требовать какой-то большой подготовки, потому что я буду говорить свое мнение. Я не критик, поэтому мое мнение, я думаю, оно не будет сильно подвергаться какому-то абьюзу со стороны того, что я не точен в каких-то фактах или как-то не очень искусно что-то могу описать, потому что это просто мои эмоции и альбомы, о которых я бы хотел с вами поговорить. Я планирую делать по 4 альбома за ролик, и я не знаю, они будут разной актуальности, скорее всего. То есть они могут выйти как и в этом году, так и в прошлом году и так далее. То есть, возможно, это будет какая-то сборная солянка, но все равно релизы, которые я хотел бы подсветить на данный момент, они будут в рамках ролика в количестве 4 штук. Первый релиз, который я хотел бы с вами обсудить, это Это дебютный альбом американской исполнительницы, который вышел в мае, в конце мая. И я его очень ждал по причине того, что она выпустила обалденные синглы She's All I Wanna Be и Chaotic. Ну и потом еще What Would You Do, но он ко мне пришел, любовь к нему ко мне пришла уже после релиза альбома. Я в целом редко открываю новые имена для себя, потому что слишком много имен уже у меня есть, да, в библиотеке и в поле зрения, которые постоянно выпускают музыку, и ты не успеваешь их слушать. Когда тебе нужно послушать уже какие-то новые релизы, имена громкие, возможно, не очень громкие, которые сейчас рекомендуют себя как новички в музыке и очень амбициозные новички, да, которые метят в A-list celebrity, которые на самом-то деле производят хорошую музыку. И вот как-то таким образом я попал на Tate McRae, которая, если честно, меня впечатлила своим драйвом. Опять же, это фактически музыкальный клон Оливии Родриго, только с большей грязью. Ну, опять же, и Оливия, и Tate, они как бы, им не чужды матерные слова, да, нецензурная лексика. Но у Tate это больше уходит в какой-то типикал поп, в отличие от Оливии Родриго, которая мешает балладный поп с непосредственно уже таким поп-роком, да, поп-панком. Собственно, манер тот же самый Willow, Аврил Лавин, но только со своим голосом. Все мы знаем песню Good For You, да, поэтому здесь такое тоже можно найти. Они, по-моему, даже подружки, поэтому это даже неудивительно. Наполнение альбома состоит из 13 треков, первый из которых Интерлюдия, в целом все нормально. Плюс он идет почти 40 минут, то есть это небольшой хронометраж для поп-альбома особенно, и здесь много песен по 2,5 минуты, там по 2,40, 2,50, то есть понятное дело, что это все на стриминг ориентировано. Тит Макрэй не новичок в музыке, она выстрелилась со своим треком You Broke Me First еще в 2018, по-моему, году. Я его тоже слышал, но именно вот сама любовь и ожидание ко мне пришло после того, как я услышал сингл She's All I Wanna Be, который как раз-таки дает мне энергетику Good For You, но в каком-то чуть другом ключе. И сразу скажу, мне, конечно же, очень понравился этот альбом, потому что он вполне себе легкий, то есть ты его включаешь, там есть и погрустить, и потанцевать, и позлиться. Ну и, естественно, есть треки такие с сучьим вайвом, ну не совсем, но все-таки, то есть тут есть трек вот, который You So Cool, где-то она там говорит Oh, You So Fucking Cool, типа, ну тогда встречайся с собой, раз ты такой крутой. То есть в целом много чего интересного здесь есть, но тексты вроде как об одном и том же. По поводу тематики, здесь все, конечно же, про отношения, насколько я помню, потому что я не углублялся в анализ, но вроде бы все песни, они с той или иной стороны подходят к теме отношений. Также мне очень нравится обложка, поэтому я, если честно, рад этому релизу, я его слушаю активно. С него много песен, которые могут стать и уже стали у меня лично хитами, то есть хиты, которые я лично очень много слушаю. Для меня это песни, которые стримятся очень легко и просто. Ты их включаешь и можешь провести с этим альбомом весь день и не заметить, потому что он настолько легкий, что, ну, действительно слушается очень хорошо, особенно если вы по поп-музыке шарите, я думаю, вам должно зайти. Так что я надеюсь, что Тейт Магрейт новая звездочка на Олимпе новых поп-звезд, да, наряду с Оливией Родриго, Конаном Греем, потому что та же самая Дуа Липа, она уже все, она уже высоко. А вот эти только начинают как-то становиться, и я хочу, чтобы вот она была одним, одной из них. Мэдисон Роуз, Техниколор. Это еще один новый исполнитель, но только этот исполнитель для меня совсем новый. Я не слышал ничего от нее, и вообще она стартовала двумя годами, по-моему, ранее. И если мне не изменяет память, то именно с прошлого, конца прошлого года она начала чуть-чуть вируситься в ТикТоке. Про нее хороший пост написали всякая годная попса, я его прочитал, и в целом для меня немножечко что-то стало на свои места по поводу ее биографии и творческого пути. Он оказался небольшим, но, ребят, этот альбом, это просто какое-то поп-спасение. Почему я так говорю? Потому что это абсолютно яркий релиз. Во-первых, здесь нет ни одной баллады. Я люблю баллады, я люблю погрустить, и даже здесь я нашел, где погрустить. Но этот альбом просто искрящийся поток каких-то максимально положительных и мотивационных эмоций. То есть он полон любви к себе, полон, не знаю, всеобъемлющего счастья. Это что-то из разряда просто танцуем до упаду, до потери сознания, потому что нам все равно, какие тут у меня проблемы. То есть, возможно, меня там бросили, возможно, у меня там что-то не получается с работы, возможно, еще что-то, но я буду танцевать, потому что мне все равно. То есть песни, ну, говорящие названия, Dance Until We Die, да, там Sunshine, Technicolor, то есть I'm Back in Technicolor, понимаете, да, и здесь есть Better Off Alone, Self Love. Здравствуйте, одна из моих любимых песен, то есть типа все, конечно, здорово, но мне лучше одному, мне лучше одной. Очень мне нравится песня Moonlight, которая практически манифестирует смысл и вообще максимальную значимость музыки, да, и ее помощь, когда ты, у тебя все вокруг там, допустим, херово, но ты продолжай крутиться как рекорд, да, spinning like a record, то есть продолжай вертеться как песня, как пластинка, вот это, да, вот, потому что танцуй, и музыка тебе в этом поможет. Позволь музыке тебе помочь, let the music help. Вот это песня, под которую я немножечко грущу, но это, знаете, set dance, когда ты танцуешь и плачешь одновременно, но я не плачу, конечно, но это типа образ. В общем, Madison Rose меня дико порадовала, мне нравится ее образ, мне нравится, что у нее вот такая очень хайркат. Любого shape, size, он timeless. Мне очень нравится ее стрижка, вот что вот здесь все такое разноцветное, и в одном из клипов как раз-таки на Technicolor она это все сбривает у себя, потом красит и так далее. То есть мне очень понравился, очень жизнерадостный какой-то персонаж, от нее прям чувствуешь искры, то есть ты чувствуешь, ты смотришь на нее, слушаешь ее музыку, и тебе хочется улыбаться с ней, тебе хочется танцевать вместе с ней. Это что-то невероятное и уникальное, это действительно был подарок мне к лету, к начинающемуся, потому что я на рубеже конца мая, начала июня включил этот альбом для себя, чекал новинки по пьяницам, увидел Moonlight, послушал, поставил на репит, забрал, перешел к альбому, послушал альбом и обомлел. Потому что это действительно подарок, танцевальный подарок, я не знаю, как это описать, я просто в афиге и в большом впечатлении, потому что для меня этот альбом, как-то знаете, вот прям под него жить хочется. И это очень ценное для меня чувство, которое я испытываю в последнее время чуть реже обычного, для меня не все так иногда бывает радужно, но эти песни, они поднимают настроение просто вот так. Поэтому Madison Rose, я знаю, что ты это не посмотришь, но спасибо тебе огромное за этот релиз, я... не знаю, спасибо. Florence and the Machine, Dance Fever. В общем, я надеюсь, меня тут не захейтят, потому что очень много любителей Florence, и я это прекрасно знаю. Florence Welch, в принципе, и Florence and the Machine как группа, они существуют довольно давно, то есть это их пятый релиз, который, по словам самой Florence, шел очень тяжело, несколько раз чуть не был отменен. Я неглубоко знаком с творчеством Florence, я знаю про ее альбомы, при мне выходили How Big, How Blue, How Beautiful, при мне выходил High As Hope, и я тоже помню там песню какую-то, я не... сейчас я ее быстренько. Hunger, очень подвижная, и мне она нравится. Здесь, значит, я послушал этот альбом, я послушал его несколько раз, но, честно признаюсь, творчество Florence я не понимаю. И для меня эта музыка является какой-то слишком, что ли, вот, не знаю, вот такой, очень непонятной. То есть я не могу, я слушаю ее, и я не могу проникнуться. Хотя на этом альбоме я готов признать, что если слушать его больше одного раза, что зачастую люди не делают, они просто слушают, понимают, что им не нравится, и выключают. Я как бы не из таких, я понимаю, что здесь может быть очень много хороших песен, как и на другом любом релизе, просто нужно дать им время. Значит, здесь мне понравилась песня King, она неочевидная, но она в целом очень перспективная, то есть можно ее слушать, и в целом какое-то настроение, мне нравится припев там, мне нравится какой-то посыл. Естественно, самый главный хайлайт этого альбома для меня это My Love, потому что я ее слушаю, и это тоже будет что-то танцевальное, и этот припев, когда она там, tell me where you put my love, и это вот прям как мед на душу, если честно. The Bump, интересная песня, вроде как эта баллада, я не помню, Cassandra или Da Fadil, то есть вот видите, я уже не помню, я давно его слушал, и, наверное, моя ошибка, что я не переслушал его перед записью, но все-таки. В общем, вот такие вот у меня скудные мысли, хочу сказать, что знакомился с ним ради приличия, да, потому что о нем говорили, и мне хотелось понять почему. Florence остается для меня теневым персонажем, я музыку ее и ее группы не воспринимаю как что-то откровенное, потому что для меня это просто песни, которые я, скорее всего, не могу слушать даже на репите, да, то есть я их не могу дослушивать, по большому счету, мне нужно прикладывать усилия, чтобы послушать песни целиком, это плохо, и это значит просто не моя музыка, видимо, я до нее просто еще либо не дошел и так далее, видимо, не в том настроении, слушал, всякое бывает. Но, тем не менее, я хочу узнать ваше мнение по этому поводу, не всегда мы будем здесь говорить о релизах, которые мне очень понравились, и я думаю, это хорошо. Ну и финальным релизом в этом дайджесте я хотел бы вам представить альбом, который буквально возобновил интерес мой к R&B жанру. Я абсолютно не знаю, как так получилось, что в один из дней я читал один из каналов Телеграме музыкальный и наткнулся на рекомендацию, и решил все-таки эту рекомендацию за ней проследовать и послушать, потому что я очень редко так делаю, у меня куча музыки, которую я хочу слушать прямо сейчас, и какие-то рекомендации я уважаю, но мне некогда, то есть мне не возникает всеминутного желания что-то послушать, и в этот раз я почему-то располагал каким-то внутренним ресурсом, чтобы это сделать, наткнулся, посмотрел, прошел по ссылке, да, то есть послушал песню, вау, честно, я сначала слушал одну песню, потом я решил ознакомиться с альбомом, и меня накрыло. Вот на данный момент с этого альбома у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять песен. Эти девять песен практически равнозначно максимально хороши, то есть при условии, что если я буду слушать дальше этот альбом активно, он может к концу года у меня набрать по тысячу прослушиваний, уже сейчас там, по-моему, 400, то есть это для меня очень большие цифры, особенно для человека, для артиста, который новый для меня. Этот альбом, кстати, вышел в прошлом году, но в этом году он как бы вышел под делюкс-версии, добавив там ремиксы и один новый трек, который тоже очень хороший. Поскольку я не критик, я не могу вам четко ответить на вопрос, почему этот релиз достоин вашего внимания. Могу только порекомендовать его тем, кому нравится R&B, и даже если вам не нравится R&B, вы можете послушать такие треки, как Midnight Charm, такие как No Sympathy, просто, блин, рекомендую. Очень крутые. Division и Against All Atz, там, я не знаю, Cry Baby. Боже, я слушаю, я смотрю сейчас на эти названия, понимаю, что очень много треков в резюме. И не сказать, что это прям консервативный R&B, и даже не сказать, что это нео-R&B. Тут очень большое смешение вместе с попом, с какими-то альтернативными жанрами и так далее. То есть много... В некоторых треках есть куча воздуха, пространства. В других треках ты не успеваешь следить за ритмом, а в третьих треках ты очаровываешься какими-то, знаете, моментами олдскула, вот этих вот улиц, какого-то бруклинского настроения по типу медаля. Зачастую, конечно, на пластинке эмоции, они больше светлые, и целиком ее слушать, конечно же, советую, потому что для себя вам нужно выбрать какие-то треки, которые вы будете слушать дальше. Для меня это максимально перспективный артист. Сразу скажу, он, как и... То есть Женевив, Тейт Макрей, Мэдисон Роуз метят для меня в альбомы года. Хотя, возможно, вот Тейт Макрей, может быть, и нет, но вот этот релиз и релиз Мэдисон Роуз метят в альбомы года, и с какими-то треками они точно попадут в топ-30 треков года, потому что это для меня слишком яркие персонажи, и слишком... Их мне музыка понравилась, чтобы их игнорировать. И это очень удивительно, что эти новые артисты сейчас занимают много пространства в моем плейлисте, в то время как артисты, которые мной любимы, и возвращения которых я ждал, даже Чарли Экси Экс, там, Камила Кавео, они очень сильно уступают музыке новичков. Я нахожу это забавным, потому что обычно наоборот. Но, судя по всему, этих персонажей мы в будущем уже будем обозревать с полноценными релизами, потому что они начинают становиться для меня очень значимыми, и вот именно так появляется любовь к артистам. Ты сначала слушаешь какой-то релиз, тебя начинает дико цеплять, ты просто живешь этой музыкой, и в конечном итоге этот артист становится для тебя чем-то очень важным, и ты понимаешь, что ты начинаешь следить за его музыкой регулярно. Поэтому уже на VIV и Division для меня явились просто максимальным открытием в этом году в жанре как R&B, так и в целом как релизы, потому что это очень крутой альбом, который заслуживает большого внимания, и я вам его очень рекомендую. Вот так. Не знаю, кратенько-некратенько получилось. Пишите ваше мнение по поводу релизов, и самое главное, по поводу этой рубрики, потому что я здесь буду в облегченном формате это все монтировать. Если буду как-то успевать или посмотрим, может быть, я буду вставлять как минимум хотя бы, чтобы вы что-то слышали про этих артистов, да, там кусочек одной хотя бы песни. И очень хочу, чтобы это продолжалось, потому что это удобно. Четыре релиза за раз. Это круто. Конечно, это не реакция, но если вам интересно мое мнение, то пишите об этом в комментариях. Я хочу узнать ваши отзывы по поводу такой рубрики, такого формата. Стоит ли его продолжать, потому что прошлый дайджест, он умер. У меня уже были попытки сделать дайджест, и она провалилась. Ну, вернее, как. Я бы мог ее дальше продолжать, но что-то пошло не так. Подписывайтесь на Телеграм, в котором я выкладываю свои, в том числе, мнения краткие, сжатые о различных релизах, текстовой форме, да, и различное, многое другое там делаю, мы с вами общаемся и все прочее. В общем, на этом все. Мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.